Представьте, что вы пишете видео и боитесь, что кто-то поймет, что вы подсматриваете в бумажку. Например, какая-то онлайн конференция или какой-то важный созвон, или вы пишете ролик для ютуба, вы заранее написали текст и не хотите, чтобы кто-то об этом узнал. Есть специальный софт, который позволяет прятать взгляд на веб-камере. Но что делать, если у вас уже есть оснятое видео и вы хотите его улучшить? Я делаю для этого специальный софт, он в самом начале точно будет бесплатным. Если хотите получить бета-версию, вам нужно пройти вот по этой ссылке. И по этой же ссылке выложены файлы, которые нужны для этого ролика, поэтому вы можете прямо сейчас его поставить на паузу и открыть страничку. Для того, чтобы все заработало, о чем мы поговорим, у вас должна быть операционная система Windows и видеокарта NVIDIA, в названии которой есть буква RTX. То есть это видеокарты, начиная от RTX 2060 и более современные. Потому что мы будем использовать новую нейронку от NVIDIA, которая следит за глазами. Лично я постоянно подсматриваю бумажку и вижу, как другие ребята на ютубе подсматривают. И мне в общем норм. Но есть такие сумасшедшие, которые считают, что ты им очень обязан. И они будут очень оскорблены, если ты все прочитаешь с экрана. Особенно это касается всякого большого начальства и чиновников, которых не в порядке с нервами. И конечно можно использовать телесуфлер, но это не всегда возможно. Например, в каких-то полевых условиях, когда ты просто поехал с ноутбуком и в дороге пишешь видео. Кроме того, телесуфлер стоит денег. И он не к каждой камере подойдет. И так далее. Но если ты пишешь с телефона, у тебя с телесуфлером еще больше проблем. Конечно можно писать и на камеру, но нормальная камера стоит денег. А если ты пишешь в дороге, то ее надо с собой таскать. И суфлер тоже надо таскать. И все это очень хрупкое. В общем, это не очень приятно. Гораздо лучше, чтобы ты читал все с экрана, но какая-то магическая программа создавала иллюзию, что ты постоянно смотришь на камеру. Специально для этого Nvidia придумала нейросетку, которая поворачивает твои глаза в направлении зрителя. Она работает достаточно хорошо. И иногда она конечно производит какие-то кринш эффекты. У нее случаются ложные срабатывания. Но в целом она достаточно пригодная для реального использования в Prode. Обычный способ использования это скачать программу Nvidia Broadcast с сайта Nvidia и запустить. После чего у тебя в интерфейсе появляется возможность выбора нужной камеры в качестве источника. А в каком-нибудь скайпе или зуме или OBS эта камера у тебя появляется в списке источников для видео, для трансляции. Это суперудобно, но к сожалению сделать так можно только для веб-камеры. То есть для создателей качественного контента это не очень подходит. Если ты делаешь супер важные созвоны с красивым фоном и картинкой, или если ты пишешь стримы, или пишешь ролики для YouTube, то ты либо стримишь прямо из OBS, либо используешь какой-то редактор видео. Например, у меня это Adobe Premiere. И в любом случае источником видео здесь является программа, а не веб-камера. И скорее всего ты используешь профессиональную камеру. И эта камера не умеет работать как веб-камера. Это совершенно бессмысленно. Она скорее всего втыкается по HDMI в карту захвата или в пульт. Потом в компьютер или ноутбук. И потом опять же с помощью OBS видео вводится в стрим или в файл. NVIDIA Broadcast так не умеет. Она умеет использовать в качестве источника только веб-камеру. Но я обнаружил очень крутое и умное решение этой проблемы. Мы можем работать с нейронкой от NVIDIA напрямую, без приложения NVIDIA Broadcast. Представим, что у нас уже есть файл, который называется inmp4. Для вас он может называться как угодно, главное запомните свое название. Нам нужно обработать этот файл так, чтобы на выходе глаза у нас постоянно смотрели на зрителя. Для этого нам придется скачать две вещи. Во-первых, нужно скачать и установить сборку видеоэффектов от NVIDIA. Она есть по ссылке на экране и в описании к видео. Нужно зайти на раздел видеоэффекты на сайте и скачать ту версию, которая относится к именно вашей видеокарте. Если скачать чужую версию, то ничего работать не будет. После того, как качали, конечно же, нужно этот файл установить. Дальше нужно зайти на GitHub и скачать SDK для работы с видеоэффектами. Это такой набор инструментов для программистов, который позволяет вам вручную управлять видеоэффектами. Ссылка есть в описании этого видеоролика. Кроме того, вы сами можете найти эту ссылку, загуглив фразу Максима и ARSDK на GitHub. Не пугайтесь, этот способ подойдет даже если вы не программист. Более того, я не буду сейчас рассказывать, какие дополнительные фишки вы из этого можете получить, если вы разработчик. Если ты умеешь программировать на C++, то ты или сам догадаешься, какое сокровище попало тебе в руки, ну или я сделаю для тебя ролик. Когда-нибудь потом. А это гайд для обычных людей. Распаковываем архив с Максима и ARSDK. Дальше мы скачиваем архив по второй ссылке. Ссылка есть в описании. И для этого вам придется зарегистрироваться и подтвердить учетку по почте. Ссылка на регистрацию на сайте NVIDIA тоже есть в описании ролика. В общем, если вы не зарегистрированы, то страничка выглядит как-то так. А если вы зарегистрированы, то как-то так. Вам нужна самая свежая версия, то есть 8.2.0. Распаковать и взять в ней нужно только директорию BIN. А все остальное нам не нужно. Только директорию BIN. Если у вас почему-то не получается скачать свежую версию файлов. То есть вы на сайте NVIDIA нажимаете на кнопку скачать. И у вас совсем ничего не происходит. Но это значит, наверное, что CDN сервера NVIDIA снова заглючили. И тогда вы можете скачать папку BIN у меня с Яндекс.Диска. Ссылка, как всегда, в описании. Теперь мы распаковываем всю эту директорию в отдельную папку. И берем папку BIN, откуда бы вы ее не скачали. И кладем в корень той папки, которую мы скачали с гитхаба. В корень. Теперь все файлы у нас есть. Дальше мы заходим в раздел Samples и переходим в папку Gaze Redirect. Копируем наш файл туда и запоминаем, как он называется. Видеофайл. У меня он называется in.mp4. Формат файла может быть какой-то другой. Например, MOV для мака. Но mp4 точно работает. И если ваш формат файла не работает, нагуглите, как его превратить в mp4. Ну и я вам тоже когда-нибудь запишу про это ролик. Но когда-нибудь потом. Если вы пишете ролики с помощью OBS, то mp4 это формат по умолчанию. Дальше мы открываем run.bat в блокноте и немного исправляем две последние строки. Исходно файл выглядит вот так, а после правки файл должен выглядеть вот так. Точный текст файла будет в описании видео. Здесь мы добавляем переменную окружение nvar-model-dir, чтобы оно знало, откуда нам читать наши нейросетевые модельки. И мы включаем параметр offline-mode, чтобы включило чтение из файла. Строка заканчивается названием файла в формате mp4, который мы скопировали в папку рядом с run.bat. Дальше. Прямо в проводнике Windows нажмите на адресную строку. И дальше. Прямо в этой адресной строке напишите букву cmd. Это то же самое, что как бы пуск выполнить. Но только написать cmd нужно в адресной строке. Нажимаем Enter. И тогда у вас откроется окно командной строки, куда уже вписан полный в путь до текущей директории. И таким образом вам не нужно вписывать этот путь руками. Теперь в этой черной консоли напишите буквы run.bat и нажмите Enter. Если Windows скажет, что оно считает этот файл опасным, нажмите запустить все равно. Run and away, потому что это точно безопасная штука. Если же вы паранойик, то вам придется собрать этот файл из исходников. Для этого нужно быть программистом, потому что только программисты могут позволить себе быть параноиками. Ну в общем, если вы из этих, то вы можете пересобрать файл из исходников и точно быть уверенным, что никаких вирусов там нет. После этого может произойти несколько вещей. Или скрипт завершится успешно, или напишет одну из ошибок. Какие бывают ошибки? Первая ошибка это GPU из Node-Supported. Это значит, что у вас слишком старая видеокарта. Ну и нужно купить новую видеокарту, в названии которой будут буквы RTX. Вторая ошибка. Error loading the dynamic library. Это значит, что вы неправильно распаковали директорию BIN. Ну или если вы разработчик и собрали приложение вручную, то это значит, что вы ее собрали как-то не так, и динамические библиотеки не сгрузились. Третья ошибка. Это cannot load model. Это значит, что либо вы неправильно распаковали директорию BIN, либо вы не прописали переменное окружение nvrmodeldir в файле run.bat. Например, ну то есть пример правильного текстового файла у вас есть. Через некоторое время, там же в директории, куда вы положили исходный файл, видеофайл, у вас появится видеофайл, в котором глаза направлены на зрителя. Он по имени будет точно такой же, но только с субфиксом нижнее подчеркивание gaze на конце. Собственно, это все, что вам нужно. У вас на выходе получился ролик, в котором глаза смотрят на зрителя. И который дальше можно публиковать на YouTube. Или продолжать улучшать в какой-то программе для записи видео. Единственная проблема, которая там может произойти, это то, что после обработки видео у вас отвалится звук. Это значит, что вам нужно взять ваш инструмент для редактирования видео, например Adobe Premiere, и приклеить дорожку аудио от исходного видоса. Как это сделать, я тоже когда-нибудь, наверное, запишу гайд. И, конечно же, в ближайшее время я постараюсь выложить готовую утилиту, которая все это делает, в которой все будет удобно настраиваться из интерфейса приложения. Но пока вы можете сами поразвлекаться с этим самостоятельно. А если вы программист на C++, то вы можете сами забежать в код NVD SDK и поднастроить его под себя. Как видите, если вы разработчик и думаете как инженер, вы можете забежать в совершенно новую для вас область и открыть что-нибудь замечательное, крутое и такое, что поможет всем вокруг. Например, писать видосы. Надеюсь, что вы сегодня чему-нибудь научились. Спасибо и до новых встреч!